Форт Боярд Форт за прошедшие годы нисколько не изменился. Ветер и волны все так же шлифуют камни старинной постройки, которую мы все когда-то наблюдали с экрана. Я именно таким его себе представлял. Он очень уютный, очень приятный. Когда ты находишься внутри, ты не понимаешь, что он стоит посреди океана. Ну, во-первых, я не ожидал, что такой маленький. Думал, он огромный, так, по крайней мере, видится на экране. Персонал на форте не меняется десятилетиями. Сейчас там по-прежнему работают всем известные паспарту, постам и лябуль. Паспарту хранит у себя выигранные ключи и служит проводником. Постам вводит участников к старцу фора, а лябуль отмечает начало и конец игры. Вам не кажется, что это лучше работа в воде? А что, бывает, злые? Я дежу на своем мишен. А как вам паспарту, например? Я вообще, если честно, с такой теплотой относилась к этим ребятам. Они настолько профессионально работают. Я поняла вообще, за что они конкретно отвечают. Но они отвечают конкретно за картинку. Чтобы все мы были перед камерой, чтобы все мы смотрели на камеру, чтобы все свои эмоции выражали на камеру. Но это действительно большая и профессиональная команда. Главный злодей на форте в этом сезоне – актер Виктор Вершбицкий, известный зрителю по образу демона Завулона в «Дозорах». В игре актер изображает старца Фура. Фантастический Фура. Нравится Вершбицкий. У него такая какая-то дьявольщина по-хорошему, чертовщина. Он такой со внутренним стержнем, с фантастическим. Тот дедушка какой-то такой безобидный, похож на старичка Бенесовичка. А в Викторе есть, безусловно, какая-то тайна. Рулит игрой ведущие актриса Анна Ардова и депутат-спортсмен Николай Валуев. За сезон они здорово устали, но довольны результатом. Не скрою, мне очень понравилась и вообще сам форма, и атмосфера, которая здесь царила. Я могу сказать, что игра, когда мы уже заканчивали, мы отметили действительно, что она была реально честной. Все активно учились в борьбу, и было видно, что за результат абсолютно каждый участник всех команд из учения болел. Вы хорошо здесь отдохнули, потому что вы в Китре, да? Я здесь не отдыхал. А в Твиттере у вас там фотографии то рыбалки, то вы ныряете куда-то, то со змеей прекрасная фотография. В принципе, мы здесь и рыбу ловили, и с паучками, и с питонами знакомились. Единственное, что не удалось сделать, это подойти к тиграм. Ну, в общем-то, это, наверное, затея была всегда чересчур. Валуев, как и Ардова, в испытаниях не участвовал и мог выбирать, с кем из животных контактировать. А вот остальным повезло гораздо меньше. Сижу на кресле. У меня закреплена голова, как, в принципе, ну, наверное, гипс, когда перелом шеи. Ты не можешь особо двигаться, ну, ты можешь так вправо, лево, как-то, да. Ты едешь, ты не можешь вернуться назад, потому что твой стиль как бы идет все время вперед, да. И твоя голова, только голова, заезжает пять коробок. В каждой коробке какая-то сволочь и гадость, извиняюсь за выражение. Ну, были личинки, были кузнечки, были лягушки, были жуки какие-то, ну, что-то, ну, просто. Они меня не предупредили, не сказали, что будет сюрприз. И когда меня сажали, закрепляли, я была в очках. И когда я пошла, я вот заезжала в коробку, я реально орала. Но вот это ощущение, что я должна принести что-то команде, я должна что-то сделать, я должна сделать не просто что-то, а все, что я могу. Вот выложиться на ту катушку, если можно так сказать. Это вот мотивировало идти вперед. Мысль о том, что команде нужна победа, заставила стилиста Влада Лисовца пойти на сверхрискованный поступок. Прямо на глазах участников он вступил в борьбу со своей застарелой фобией. Высота – это то, чего я боюсь с самого детства. Это то, на что все мои близкие, когда я уезжал, говорили, не соглашайся, пожалуйста, ты нам нужен. Не соглашайся, не подвергай себе такой опасности. Потому что люди знают, как я боюсь высоты. И, в общем, я ничего не смог сделать, я не смог отказаться. Это больно морально, когда тебя ломает изнутри, когда ты преодолеваешь вот эти вот свои страхи. Это трудно, это больно. А когда ты стоишь на тросе, нет никаких ощущений в ногах, нет. Вообще, на самом деле, в этот момент, мне кажется, я не чувствовал ни ног, ни рук. Когда я начал это испытание и дошел до конца, я могу сказать на 100%, что тот Влад, который был, он остался в начале этого испытания. Дошел я другим человеком. С миранием сердца команды смотрели, как он шел с одной стороны хорта по канату, на другую сторону хорта. На большой высоте он боится высоты, но он это сделал идеально. Дмитрий Дибров, ведущий программы «Кто хочет стать миллионером», предпочитал не силовую битву, а интеллектуальную. Поэтому стал частым гостем у старцев «Ура». Команда отправляла меня, как правило, отгадывать головоломки. Имею в виду, наверное, мою телевизионную амфуа. И надо сказать, что однажды я даже и не отгадал. А в основном, конечно, все отгадал. Конечно, «Форт Боярд» всего лишь игра, но для участников она быстро стала жизнью. Наверное, поэтому страсти в командах кипели нешуточные. В какой-то момент казалось, что команды вот-вот перевернутся. И это было не наигранно. На самом деле все так и происходило. И буквально с первой игры я придумал вот эту замечательную традицию в последней комнате, где проходила мини-дуэль между командами, чтобы они обнимались, целовались, так или иначе сбрасывали вот этот пар. И как раз это было необходимо сделать перед самым заключительным испытанием на ношение золота. Сейчас съемки уже завершены. Добытый драгоценный металл, скорее всего, по традиции пойдет на благотворительность. А участники проекта обещают, что в день выхода каждой серии будут собираться и смотреть эфир вместе. Было откровенно честно. Людям будет что показать. То есть телезритель, я надеюсь, не останется в накладе, посмотрев «Форт Боярд».